У Бога время, и Его ты не изменишь. У Бога время и на всё свой срок. Он знает, как на зовы нам ответить, ведь это всемогущий, вечный Бог. Бог слышит все молитвы и прошения, но кажется, что медлит отвечать, а учит нас смирению и терпению. И как должно Иисусу доверять, а небо пишет в книгу «Наши слёзы». Письмом ложатся у нога Христа. Молитвы, что доходят через грозы, через вьюги жизни к Богу у небеса. Летят молитвы, будто телеграммы. Кто за мужей взывает, кто за жён? От слёз глаза опухли отца и мамы за тех детей, кто в мире не спасён. А Бог шлифует нас долготерпением, чтоб, несмотря на бури и дожди, мы верили, что мы Его творение и проходили путь Христа в любви. Без рёпота, без самосожаления, благодаря Его несли свой крест, что обрели в крови Христа спасение. Звучит в душе мелодия небес. Он учит верить, коль в душе туманы, бежать не к человеку, а к Христу. Пред Ним мы открываем свои раны и плачем, что из сил не в моготу, и слёзы катятся потоками, дождями. Хозяин чистит молча наш сосуд до блеска, очищая всё от хлама, совершая свой нелёгкий Божий труд. А мы, не понимая Божьих планов, всё думаем, зачем Господь молчит. Душа слезой, свободна от изъянов, очищена от гнева и обид. Свою работу мастер совершает до времени и срока своего. И ты, как драгоценность, засияешь в руках Творца с надеждой на Него. У Бога время и своя дорога проложена для нас в пути земном. Быть может, скоро, даже у порога, спешит ответ Спасителя в твой дом. Аминь.